В то утро детектив Насонов, как обычно, собирался отправиться в офис. Но перед тем, как сесть за руль, он обратил внимание на странного молодого человека. Молодой человек, что с вами? Тебе плохо? Что вам нужно? Кто вы? Слушай, выключи ты эту музыку, а? Ты слышишь? Ты понимаешь, о чем я говорю? Может, тебя скорую вызвать? Эй, братец, да ты наркоман. Да какой я наркоман? Я просто медитировал. Медитировал, говоришь, да? Посмотри на меня. На меня посмотри, говорю. Просто несчастье у меня. Понятно? Ну, в любом случае, давай из-за руля вылезай, пойдем поговорим. Вылезай, вылезай. Ты давай, сопли-то не распускай. Тебя как зовут? Юра. Юра Комаров. А сколько лет тебе, Юр? Двадцать три. И что ж такого у тебя произошло, что интерес к жизни-то потерял? Ну, если на секрет, конечно. Да, грабили меня. Вещь одну ценную отняли. Да и к тому же вещь-то не моя. Что за вещь? Вот. Фотография осталась. Да нет, не так вы ее кверх ногами держите. А-а-а. И что это за ерунда такая-то? Какая ерунда? Это же Айиндык. Какой еще Айиндык? Айиндык – это левый макосин тунгусского шамана. А, точно. Как же я сразу не рассмотрел. Конечно, Айиндык. Фотография просто не очень качественная. Это великая научная ценность. Ее привез из экспедиции сам профессор Сахновский. М-м-м. А профессор вот этот Сахновский сможет подтвердить ценность этой вещи? Не сможет. Потому что экспедиция эта проходила 95 лет назад. А Всеволод Иванович Сахновский умер в 24-м. А что это была за экспедиция, где она проходила? В районе подкаменной Тунгуски. Сразу через несколько лет после падения метеорита. Неужели вы не помните? Ну, да, запамятовал. А сейчас вспомнил. Как же, как же, да. Слушай, а давай дойдем до моего офиса и так ты мне подробно все об этом расскажешь. Хорошо? Вы знаете, я волонтер. Ага. И чем же занимаются, господа волонтеры? Это движение такое. Под эгидой ЮНЕСКО. Юноши и девушки со всего света. Добровольно. Понимаете, именно добровольно работают на благо общества. Просто за еду. И какой в этом смысл? Как какой? Очень простой. Людям помогать. Неужели непонятно? Да, да, конечно, понятно. Дело нужно. Да и кроме того, где я только не побывал. Работал санитаром в Эфиопии. В Турции выкладывал панно из цветов. А нынешнее лето провел под Псковом. В доме престарелых. Ну и при чем здесь этот старый шаманский сапог? Да я завтра утром на Байкал должен лететь. Билеты уже в кармане. Там наши ребята строят этнографический музей. И вот как раз вот этот сапог, как вы выражаетесь, и должен был стать его первым экспонатом. Ну все, приехали. Видел вот эту машину? Можешь про нее что-нибудь сказать? В каком смысле? Машина как машина. У нас всю дорогу ехала за нами и в точности повторила весь маршрут. Пошли. Присаживайся. Давай все по порядку. Откуда ты взял этот айндык? Есть бизнесмен такой. Степанов Виктор Ильич. Он договорился с канадским коллекционером, потомком самого Сахновского. И канадец согласился передать айндык в наш музей. Послушай, а Степанову-то твоему какая от этого радость? Насколько я знаю, наш бизнес этнографией не интересуется. У него в голове только бухгалтерия. Степанов замечательный человек и настоящий энтузиаст. А жена его была таким же волонтером, как и я. Мы с ней два года плечом к плечу вместе. Понимаете? Жена? Ну да, Лена Колокольцева. Теперь она правда тоже Степанову по мужу. А на сколько же ей лет? Двадцать два. Мы с ней однокурсники. Итак, Степанов передает тебе айндык. Ты идешь с этим предметом домой. Кто об этом знал? Ну, кроме, конечно, самого Степанова ужина. Мама моя знала. Я когда домой пришел с сумкой, она спросила, что там. И еще Петр Кузьмич. А Петр Кузьмич это кто? Сожитель моей матери. Сначала другом семьи представлялся гад. А потом, когда отец и когда Сашка. Сволочен, понимаете? Так, 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 я понял. Если не хочешь, больше не продолжай. Потом с этим предметом ты выходишь из дома. А зачем? Я вечером позвонил профессору Померанцеву. Померанцеву? Ну да, Сергею Сергеевичу. Я же учился у него и рассказал ему про айндык. Он разволновался, попросил привезти, показать. Ну, я к нему. Выхожу из лифта, а тут мама звонит. Я кричу в трубку, алло, алло. А там тишина, шорохи какие-то. Так и дальше? Ну, а дальше удар. Темнота. Очнулся, а айндыка не, представляете? Ведь завтра мне вылетать. Юр, тогда такой вопрос. Если айндык на самом деле представляет собой историческую ценность, то почему ты не хочешь обратиться в милицию? Они просто обязаны возбудить уголовное дело и разыскать его. Так вот как раз историческая ценность это или нет, я и как раз хотел узнать у профессора Померанцева. Значит так, ты упомянул пять человек. Мне нужно, чтобы ты написал. Имена, фамилии, отчества, контакты, координаты. В общем, все, что о них знаешь. Давай, пиши, Юр. Пиши, пиши. Понимаете, не могу я полететь без айндыка. Как я ребятам в глаза потом смотреть буду? Юр, ну ты не переживай, что-нибудь обязательно придумаем. У тебя когда вылет? В пять пятьдесят утра. Ну, значит, у нас в запасе еще день и ночь. Давай. Ты не так держишь, кверху ногами. Ага. Ага. Слушай, Наташ, тут у меня на хвосте одна машинка была. Понятно, что целью был не я, а наш клиент. Ну, все равно, пробей-то мне номерок. Нет проблем, Алексей Викторович. Вот, пожалуйста, машина зарегистрирована на фирму «Крокус», а директор фирмы Степанов Виктор Ильич. Наш меценат? Так, вот вы тогда с него и начните. Я пока познакомлюсь с матерью нашего клиента и с сожителем этой достойной женщины. Да, не часто в наше время встречаются такие принципиальные сыновья. А профессор Померанцев? А Померанцеву я оставлю на десерт. По заданию детектива Насонова помощники отправились на встречу с Леной Степановой, бывшей девушкой Юрия Комарова. Ну и что ты собираешься сказать? Здрасте, я частный детектив. Да она тебя пошлет куда подальше, даже слушать не станет. Не пошлет, вот увидишь. Алло, Лена, здравствуйте, меня Наташа зовут. Меня вот Юрий Комаров приглашает лететь на Байкал, в волонтерский лагерь. Я вот хотела с вами посоветоваться, вы ведь тоже волонтер. Что значит, кто я? Я его знакомая, ну, можно даже сказать, невеста. Да, хорошо, а я тут недалеко, давайте я к вам скоро забегу. Да, да, хорошо, договорились. Нет, ну, с невестой ты загнула. Зачем было врать? Потому что ответ на этот вопрос может очень многое сказать о подозреваемом. Не успела Наташа позвонить, как дверь квартиры Степановых открылась. Ну, здравствуйте, Наташа. Здравствуйте. Невеста, говорите? Странно. Ну, все равно, проходите. Спасибо. В детективное агентство обратился Юрий Комаров. Он собирается лететь на Байкал, где его друзья строят этнографический музей. Юрий должен привезти редкий экспонат, древнюю деталь одежды венкийского шамана. Однако кто-то накануне вечером нападает на Комарова и похищает эту реликтовую вещь. Присаживайтесь. Так о чем вы хотели со мной поговорить? Понимаете, Юра так много мне про вас рассказывал. Костры, романтика. Я тоже очень хочу стать волонтером. Костры, говорите, романтика? Да выбросьте вы эту дурь из своей головы. Комаров кормить, чистить картошку на сорок мужиков, потом мыть за ними посуду, да? Лен, ну я же просто хотела... Да я тоже дурой была. Бросила институт, поехала за ним черт знает куда. А потом поняла, что вместо мозгов у него сплошной поросящий альтруизм. Два года жизни и ради чего. В итоге ни специальности, ни работы. А тут мать заболела. Нужна операция срочно. А деньги такие, что мне и во сне не снились. Тогда я ему сказала, все, Юрочка, хватит, я пас. А он что? А он что? Пожал плечами, махнул хвостом своим конским. И все. Забота о человечестве для него важнее всего. Так, а потом что было? А у меня край, мать умирает. Тогда я вспомнила про мужика одного. Долго он за мной ухаживал, цветы дарил, но я его близко к себе не подпускала. Степанов. Он. Говорю, что хотите, вот прямо сейчас, только мать спасите. И стала раздеваться прямо у него в кабинете. А он мне говорит, ты что, сумасшедшая? Помогу я твоей матери. Только взамен ты должна отдать мне свою жизнь. Так и сказал, свою жизнь? Да. Вот так я стала Степановой. Двадцать девять дней уже почти месяц. Так что мы тебе советуем, Наташа. Выкинь ты этого Комарова из своей головы. А то иначе он и тебя сведет с ума, как и меня когда-то. Да бог с ним, с Комаровым. С мамой-то что с вашей? Ой, с мамой все в порядке. На следующей неделе выписывают. Может, чаю? Да. Тут Степанов нарисовался. Через минуту будет у вас. Да, хорошо, скоро буду. Лена, извините, мне нужно идти. Я вас поможу. Спасибо. Спасибо. На Юру ведь вчера напали, вы знаете. Как напали? Он жив? Он жив. Только шишка на затылке. Это не смертельно. А вот Аиндык его пропал. Украли. Украли? Вы серьезно? Ну, конечно. Зачем мне вам врать, Лена? Ну, ладно. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Смотри, он уже вошел. Это ты? Сгляни, что я тебе принес. Разверни упаковку и загляни внутрь. Ты же обещал. Ты же говорил мне, что ни один волос не упадет с его головы. Ты о чем, Лена? Я же просто попросила тебя сделать так, чтобы он навсегда забыл о своих идеях. А ты, ты кто пробил ему голову? Твой доблестный водитель из Мирона, да? Так, ладно, давай, наблюдай. А ты еще куда? Ну, так, есть одно дельце. Чего тебе, парень? Приятел, у тебя колесо спустило. Не-не, не это, с той стороны. Это что, шутка, парень? Вот придурок. Ну, и что ты там делал? Что делал, что делал? Смотри. Теперь у нас две камеры. Одна в квартире Степанова, другая в машине. Постой. Я обещал сделать так, чтобы он забыл о своих бредовых идеях. Я сделаю это. Ты врешь. Ты его ненавидишь. А за что мне его любить, а? Этого малохольного идиота, который никак не вырастет из своих пеленок. Витя, Витя, не смей. Не смей? Да я три года ждал тебя. А ты три года бегала за ним, как безумная дура. Может быть, прикажешь сопли ему потереть? Или зад, дрянь? Ты что? Ты что? Ты что, хочешь меня ударить? Хочешь? А хочешь, бей. Это все равно уже ничего не изменит. Насонов ждал Петра Куницына, который хотел ему что-то сказать. Так кто же такой Шнайдер? А, милейший души человек, волонтер. Это он когда-то увлек Юру своими идеями. Алексей, я вас прошу, извините Галю. Она очень больной человек. Может быть, мы в машину присядем, там поговорим? А, давайте. Пять лет назад погиб ее муж, Витька. Мой одноклассник. Мы втроем все в одном классе учились. А как он погиб? Зима, гололед. Машину развернул и на столб со всего маху. Машину-то восстановили, вон она стоит, но как новенькая. Да. Но в 2008 году ее старший сын, Саша. Он что, тоже погиб? Погиб. 26 лет. Он был военный, капитан. Служил, воевал. Поэтому Галя попала ко мне в клинику. В клинику? Я же психиатр. Состояние ее все ухудшалось. Она почему-то всю вину за их смерть и брала на себя. Говорит, могла остановить, но не остановила. А как же так получилось, что вы оказались вместе? Я же ее всю жизнь люблю. Женат никогда не был. Она, конечно, обо всем догадывалась. И когда с ней случилась эта беда, она сама предложила. Говорит, Петя, я же все знаю. Давай, переезжай ко мне жить. Так будет лучше и для тебя, и для меня. Как в воду глядела. Это в каком смысле? В прямом. Невероятно. Но и действительно со мной лучшим. Я думал, что все уже позади. Но два дня назад все началось снова. Юрий Комаров собирается лететь на Байкал, где его друзья строят этнографический музей. Он должен привезти редкий экспонат, деталь одежды и венкийского шамана. Однако накануне вечером кто-то нападает на Комарова и похищает реликтовую вещь. Под подозрением Виктор Степанов, у которого есть все основания ненавидеть Комарова. Наташа продолжала наблюдение за Степановым. Давай в сквер на Пироговской. Я три года за ней слежу. Все ее повадки наизусть знают. Слушай, она сказала, ему голову пробили. Что ты там видел? Ну как что? Вы же приказали мне вести наблюдение за ним. Вот я и вел. Он из подъезда вышел, шатается. Как будто ему и вправду кто по башке саданул. Значит, того, кто напал, ты не видел? Нет. А потом он сел в тачку свою и врубил какую-то хрень. Так и просидел до утра, как зомби. А утром его мужик какой-то подобрал. Я же вам уже расскажу. Наблюдение за Еленой привело Романа в сквер на Пироговской улице. Алло. Юра. Это я. Нам нужно поговорить срочно. Ты знаешь где, да? Алло, Наташа. Я в сквере на Пироговской. Степанов договорился о встрече с Комаровым. Да, я рядом. Степанов тоже тут. Через пятнадцать минут в сквере появился Юрий Комаров. Мне сказали, что на тебя напали. С тобой все в порядке. Это правда? О чем ты хотела поговорить со мной? Утром ко мне одна дурочка приходила. Сказала, что собирается ехать с тобой на Байкал. Еще она сказала, что она твоя невеста. Это тоже правда? Правда, неправда. Тебе-то какая разница? Какая разница? Ты мою жизнь исковеркал. Я не хочу, чтобы из-за тебя пострадал еще кто-нибудь. Понятно? Это ты исковеркала мою жизнь. Все кончено. Понимаешь? Все. Завтра я уеду отсюда навсегда. Больше не вернусь сюда. Понимаешь? Никогда. Юра, постой. Я хотела сказать тебе еще что-то очень важное. Это ты? Ты все слышал? Да, Лена. Не плачь. Только не плачь. Я люблю тебя. И это сейчас самое главное. Пойдем домой. Машину поведу я. На сегодня все, Миронов. Свободен. Как скажете, Виктор Ильич. Ну, показывай, что там у тебя. Смотри. Бог с ним. Пусть уезжает. Так будет лучше для всех. Для каждого из нас. Знаешь? А он ведь правило сказал. Все кончено. Нет, не все. Что ты имеешь в виду? Я беременна. У меня будет ребенок. От него. Алексей Викторович, ну, если этого аиндыка нет в природе, то надо сообщить об этом нашему клиенту. Алексей Насонов рассказал о встрече с профессором Померанцевым и о том, что вещь, которую они разыскивают, оказалась фальшивкой. Нет тела, нет и дела. А дальше пусть сами разбираются. И мы никогда не узнаем, что на самом деле происходит. Алексей Викторович, все в порядке. Вот, посмотрите. Что это? Так, СМС. Если хочешь получить обратно свою вещь, приходи к гаражам за домом в шесть вечера. Странно. И номер неопределен. Ладно, спасибо, Алексей Викторович. Если вы не против, дальше я уже сам. Юр, подожди, подожди. Вещь тебе собирается вернуть человек, который на тебя напал вчера вечером. Это преступник. Ну, он же вернет. Я вас прошу, не вмешивайтесь. Дальше я уже разберусь сам. Все, Алексей Викторович, если вы не против, я побежал. Смотри, как знаешь. Алексей Викторович, это не честно. Почему вы ему не сказали, что Айндык – это подделка? Так, спокойно. Мы не закончили. Никто не расслабляется. Встречаемся у дома клиента за гаражами. Пол шестого. Около шести часов вечера детективы были у гаражей. Юр, так а больно, блин? Да у него же все бедро раскурочено. Нужен жгут. Сюда, выше. Кажется, я его вижу. Так, я на перерез, вызывай скорую. Спокойно. Да это ж Степанов. Вы кто, мужики? Что вам нужно? И пистолет у него. Пистолет его не трогай. Я частный детектив. Моя фамилия Насонов. Вот по просьбе Юры ему помогаю. Про вас, господин Степанов, мы уже достаточно много знаем. Такой вопрос к вам. Вы что здесь делали? Детектив? Да не лапай ты меня. Это не я его подстрелил. Понятно? А пистолет зачем? У меня на него разрешение. Хотя, если честно, мысль была. Я за ним следил, ждал момента. Но тот оказался проворнее меня. Ну а зачем ты, Юрки, мозги-то пудрил, а? Фальшивку его подсунул. Да потому что Лена сама просила, чтобы я отвадил его от этой дури. Вот я и наплевал. Канадский коллекционер, потомок Сахновского. Ну кто он после этого? Хвостунул лжец, который водит за нос приятеля. На тонкий расчет, господин Степанов. Не смею вас больше задерживать. До свидания. Прощайте. Алексей Викторович, у него же пистолет. Плюс мотив. Да в Юру не из пистолета стреляли. Даже если был бы пистолет с глушителем, звук выстрелил другой. Пистолет и так не стреляет. Пока Наташа сопровождала Комарова в больницу, детективы решили нанести визит Петру Куницыну. Сорок минут назад в Юру стреляли. У парня пробита нога на вылет. Рваная рана. Да вы... Что же это такое, а? Так, спокойно. Именно шестидьмой болт, выпущенный из арбалета, причиняет такое ранение. Поэтому у меня к вам вопрос. Где второй арбалет? Опять вы, господин Шнейдер? Галя, Галя, побудь на кухне. Я прошу тебя, Галя, мне очень нужно поговорить с этими людьми. Галя, пять минут, я тебя умоляю. Так, я повторяю свой вопрос. Где второй арбалет? Вы что, хотите, чтобы я признался, да? Да, это я стрелял. Да. А потом я выбросил этот проклятый арбалет на самую середину Карпухинского пруда. Только ради бога, давайте побыстрее, а? Что я должен сделать? Ну, написать заявление, сам позвонить в милицию, что? У меня не получается, может, вы мне поможете? Да что вы пристали ко мне со своим арбалетом? А положите его на место. Я же вам во всем признался. Ладно, пойдем. Постойте, куда вы? На следующее утро Алексей Насонов заехал за Наташей, чтобы вместе отправиться в офис. Здравствуйте, Алексей Викторович. Привет. Как прошла больница? Ну, в общем, все так, как вы предполагали. Хирург сообщил в милицию о каком-то подозрительном ранении. Комарова опросили, ну и в итоге выяснили, что ранение не огнестрельное. Ну вот, ты молодец. Сегодня утром при заходе на посадку потерпел аварию пассажирский лайнер, который следовал рейсам А-340 по маршруту Москва-Иркутск. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Вот ведь, а. А что случилось? Разбился самолет именно этим самолетом. Комаров должен был лететь сегодня утром в Иркутск, понимаешь? И куда мы едем? Комаровой только она может рассказать, что происходит. Через полчаса детективы уже были в квартире Комарова. Ну, я понимаю, почему вы взяли вину на себя. Галю бы сразу поместили в психушку, а для нее это конец. Я бы ничем не смог ей помочь. Ну, дали бы в какой-то срок условно, в конце концов, мальчик-то не погиб. Ну, логика есть. Не спорю. Галина Сергеевна, ну, а вы-то что скажете? Начало Виктор. За два дня до его смерти я вдруг ночью открыла глаза и поняла, что он скоро умрет. Потом Сашенька, сыночек мой, я тоже заранее почувствовала его смерть. А сейчас Юра. Да. А сейчас Юра. Я вдруг поняла, что ему нельзя лететь. Я взяла молоток для мяса, надела на него шерстяное носок и позвонила в дверь. Он вышел, я за ним в подъезд. И сзади со всего маху его по затылку. Ну, вы рассчитывали, что потеряв яндык, он никуда не поедет? Да. А потом я поняла, что я не могу его ничем остановить. И тогда я взяла арбалет. Ну, а как мне было его остановить? Мне бы все равно, никто не поверил. Вот вы же мне не верите, вы считаете, что я ненормальная. Жуть какая-то. Молоток для мяса, арбалет, рваная рана. Ну, как вы могли знать все заранее? Так же не бывает. Ну, как видишь, бывает. Если сердце у матери рваной раны. Елена Степанова ушла от мужа. Она живет в квартире Комаровых и готовится к появлению малыша. Юрий Комаров восстановился на вечернем отделении. Чтобы прокормить семью, в дневное время он работает на стройке.